Шарма. Уроки семейной мудрости от монаха, который продал свой Феррари. Эту книгу я посвящаю своим необыкновенным детям Колби и Бьянке, которые стали для меня величайшими и мудрейшими учителями на жизненном пути. Ребята, я вас очень-очень люблю. Кроме того, книга эта посвящается моему дорогому другу и коллеге, покойному Джорджу Уильямсу. Тому, кто изменил к лучшему жизнь множество людей, но покинул наш мир прискорбно рано. И, наконец, я посвящаю эту книгу тебе, дорогой читатель. Пусть уроки и наставления, которые ты найдешь на этих страницах, вдохновят тебя, помогут стать мудрее как человеку, лучше как родителю, авторитетнее как лидеру семьи. Надеюсь, благодаря моим стараниям ты сможешь стать для своих детей прекрасным примером. И они со временем научатся жить правильно, праведно и будут стремиться к высшим целям. «Сто лет назад никому не было бы дела, сколько денег у меня на банковском счету, роскошно ли мое жилище и автомобиль. Но мир мог бы измениться к лучшему, благодаря тому, что я играл важную роль в жизни ребенка». Неизвестный автор. «Кто остается в сердцах людских, тот не умирает». Томас Кэмпбелл. Все цитаты даны в переводе «Полищук», если не указано иное. Благодарности. «Прежде всего, я должен поблагодарить множество людей по всему миру, которые прочитали мои книги из серии «Монах, который продал свой Феррари», и сумели не просто воспользоваться обретенной мудростью в своей жизни, обогатив ее, но и помогли окружающим. Я был счастлив получить ваши многочисленные письма, бумажные, электронные, и узнать, как мои уроки помогли вам на жизненном пути. Вы молодцы, что нашли в себе мужество измениться, нашли силы для личностного роста и для того, чтобы стать лидерами. Я вас очень уважаю». Особая благодарность моим друзьям в издательстве HarperCollins, которые поддерживали, поощряли и вдохновляли меня в ходе работы над этими книгами. Спасибо Айрис Тюфолм, Клод Примо, Джуде Брунсек, Дэвиду Миллору, Ллойду Келли, моему издателю Дори Поттер, Мэри Кэмпбелл, Нейлу Эриксону, Паулине Томпсон и особенно Николь Ланглуа, моему внимательному, мудрому и чудесному редактору. Я также выражаю признательность своему секретарю Энн Грин, которая помогла мне удачно утрясти расписание, пока я работал над книгой, а также Ричарду Карлсону, коллеге, который живет в соответствии со своей миссией и принципами, и еще моему другу Малькольму Маккиллопу, который любезно предоставил мне кров в своем уединенном доме у озера, чтобы я смог в спокойной и вдохновляющей обстановке закончить книгу. Огромное спасибо и моим наставникам и учителям, в том числе Джерри Уэйнеру, Эду Карсону и Лорни Кларк, которые помогли мне не сбиться с курса и вести свою линию. Кроме того, я благодарен всем своим клиентам, с которыми имел счастье поделиться своими открытиями на конференциях. Вы мудрые и дальновидные люди, которые делают хорошее дело ради других. Моя сердешная благодарность Джилл Хьюлетт, настоящему светочу. Я глубоко признателен своим родителям Шиву и Шаше Шарма, прекрасному примеру превосходных отца и матери. Спасибо вам за ту любовь, поддержку и доброту, которые вы изливали на меня. Спасибо тебе, мой брат Санджай, и твоей замечательной жене Сьюзан. Вы всегда были рядом, когда я в вас нуждался. И, наконец, спасибо моим детям Колби и Бьянке. Вы подарили мне огромную радость. Мое великое пробуждение. История Кэтрин Круз. «В большинстве своем мы опасаемся навсегда стать такими, какими бываем лишь изредка, в самые совершенные мгновения жизни». Абрахам Маслоу. Самое печальное и прискорбное в жизни вовсе не смерть. Гораздо печальнее то, что, пока мы еще живы, мало кому из нас удается жить по-настоящему. Слишком многие из нас живут зашоренно, боятся, образно говоря, делать крупные ставки в жизненной игре и не позволяют проявляться человечности и широте своей души.